Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня, как и всегда, снова мы возвращаемся на финансовые площадки, чтобы подвести итоги прошлого дня. Тем более, что вчерашняя торговая сессия у нас была интересной, поскольку на повестке были протоколы, которые мы, как и, наверное, каждый участник финансовых рынков, анализировали с точки зрения того, смогут ли они пролить свет на действия американского регулятора по корректировке основных параметров денежно-кредитной политики. Нас интересовала, конечно же, ставка. Протоколом, безусловно, мы еще и вернемся, когда будем подводить итоги того, как отработала вчера день пара доллар-японская иена. Но в целом сценарий мы наши традиционные нарушать не будем. У нас сперва актив, с которым мы стартуем каждый брифинг, это нефть с рублем. Вот с них мы как раз и начнем. Хочу также воспользоваться ситуацией. Еще раз напомнить, что буквально со вчерашнего дня мы подключили еще один канал транслирования наших эфиров. А теперь это и на Фейсбуке. Может быть, кому-то более удобно пользоваться сервисом вещания именно там. Но также те, кто смотрит уже не в прямом эфире, которые проходят каждый день в 9.30 по московскому времени записи, доступны на нашем официальном канале на YouTube. Поэтому заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии и ставьте, конечно же, лайки. Сегодня мы разберем, безусловно, важнейшие события вчерашнего дня, протоколы. И давайте, говоря про нефть, прямо посмотрим, какие факторы с точки зрения влияния этого события стали определяющими, в том числе и для рынка черного золота. Клоус вчерашнего дня 49.82. К сожалению, мы вплотную подбираемся к сопротивлению 50 долларов за баррель. Сейчас актуальные котировки 49.70. В целом можно сказать, что если медведи сейчас не возьмут ситуацию под контроль и позволят все-таки быкам затащить актив выше 50, это будет очень плохо. Потому что допустить именно спекулятивный спрос на этот актив в преддверии ожидания и то, что он привел уже к такому серьезному раму, можно будет предполагать и о том, что бренд нацелится на тестирование уже более высоких ценовых значений сопротивления. Но об этом пока давайте не будем говорить. Все-таки уровень 50 пока держится. Мы его даже не тестировали. Думаю, что вряд ли это произойдет сегодня, поскольку уж очень великовато значение. Для того, чтобы оказаться выше, конечно же, нужен соответствующий фундамент и не только ожидание, что якобы, по слухам, на предстоящей встрече в Алжире, которая состоится в конце сентября, стороны нефтедобывающие страны смогут выработать какую-то солидарную позицию по ограничению добычи и скачения производства нефти. Вчерашняя торговая сессия точно такой же прирост практически в процентном выражении, как и днем ранее, в принципе, как и первой торговой сессии этой недели. В качестве поддержки, как я уже отметил, продолжающаяся спекуляция на тему того, что ОПЕК выработает какую-то солидарную позицию. Тем более, что эти спекуляции подогреваются не только позицией отдельных нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК, но еще и Россия, которая вмешалась в эти новостные войны и также подбросила дровишек в топку идеи того, что эти договоренности могут быть достигнуты. Вспомните комментарии нового о том, что Россия держит двери открыты и готова обсуждать любого рода подобные инициативы, которые будут направлены на стабилизацию цен на энергоресурсы. Помимо этого, поддержку нефти вчера оказали еще данные по запасам нефти, уже официальная статистика от Минэнерго. Запасы, в частности, мы видели, снизились на 2,5 миллиона баррелей против прогноза роста на 0,5. И можно сказать, что снижение запаса по официальной оценке практически повторило тот самый тренд, который был заложен еще частным агентством ОПЕК. Статистика, которая традиционно отыгрывается на рынке энергоресурсов, тут же стала причиной дополнительного стимула к покупкам черного золота. Этим трейдеры воспользовались и подтащили актив еще выше. Ну и еще, конечно же, протоколы. Это уже под конец торговой сессии. По факту мы можем сказать, что они имеют неоднозначное влияние на финансовые площадки и на доллар. Но чтобы особо сейчас не останавливаться на протоколах, я просто хочу сказать, что поскольку они не стали убедительным сигналом для роста американцев прямо в моменте, а напротив выступили причиной его локального ослабления, конечно же, это сказалось и на котировках активов, которые, собственно, стоят, чьи стоимости номинированы в американском долларе. Однако, хочу также отметить, что вчера не обошлось и без негативных факторов, фундаментальных характеров. Правда, они пока никак не были отражены в динамике углеводородов. И если говорить про эти негативные факторы, вы знаете, что официальная оценка Минэнергии – это не просто статистика по запасам. Параллельно с этим выходят данные еще по объемам добычи в рамках США. И так вот, согласно последним данным, за прошлую неделю объемы добычи нефти в рамках Соединенных Штатах Америки выросли на 152 тысячи параллель в сутки, до 8,6. Помните, мы когда-то с надеждами на нереальные оптимисты смотрели на то, что увеличение количества платформ в США буровых статистик от Беккер-Хаджеса может стать причиной подъема выработки до 8,8 миллионов параллель. И судя по темпам прироста в рамках прошлой недели, наши ориентиры уже не такие уж и недостижимы. Вполне возможно, почему бы нет. Тем более, что цены на нефть продолжают держаться на высоких уровнях, что создает условия для того, чтобы количество платформ продолжило расти. И параллельно это будет разгонять объемы производства и предложения. И еще один очень важный момент – это также на контрасте с ожиданиями договоренностей. И на контрасте почему-то, потому что один из ключевых регионов, который будет принимать участие, должен принимать участие в этих переговорах, чье мнение является авторитетным, в том числе и для Саудовской Аравии, Иран вчера отметил, что не собирается поддерживать подобные инициативы. Помните, мы сначала предполагали, что такая позиция может быть озвучена, и вот сейчас это уже реальность. Это не слухи, это не вымыслы, это действительно позиция Ирана, которая была озвучена до встречи в Алжире, которая состоится в конце сентября. Поэтому стоит только рынку сейчас адекватно еще оценить шансы на какие-то договоренности, на сокращение производства, либо заморозки даже на текущих объемах выработки энергосырья. Как станет ясно, что эти надежды ничем не подкреплены и абсолютно не обоснованы. Встреча будет безрезультатной, и как только рынок это осознает, придется вернуться к тем факторам, которые буквально на прошлой неделе стали причиной снижения бренда чуть ли не в район 40 долларов за баррель. Ну, конечно же, до этого уровня мы не добрались, но вы помните, учитывая высокую волатильность и диапазон хода этого актива, мы могли претендовать на пробой этого уровня, поскольку фундамент соответствовал такому движению. И сейчас цифры, статистику даже, ну, за исключением запасов, хорошо, их опустим, объемы производства, позиция ОПЕК, да и те данные, которые мы до этого получили, вы помните, что ОПЕК уже разогнал планку выработки за пределы 33 миллионов баррелей в сутки. Это, конечно же, должно обращать внимание трейдеров на тот факт, что нефти-то в мире по-прежнему очень много. Поэтому я надеюсь, что медведи все-таки воспользуются текущей ситуацией, воспользуются окончанием этой недели, воспользуются весьма вероятным техническим откатом по возможному факту тестирования сопротивления 50 долларов за баррель и все-таки смогут надавить на позиции бренда и отбросить его к более низким значениям. Поэтому я сейчас в качестве наиболее вероятной цели и, скажем, вероятного сценария до конца недели вижу все-таки возвращение бренда ниже 48 долларов за баррель. Но если каким-то отчудом на присутствующих спекулятивных ожиданиях бренд улетит выше 50, это будет, конечно же, очень плохо, но об этом давайте говорить только в том случае, если это осуществится. Посмотрим тогда после, как действовать дальше. Рубль 63.72, в принципе, котировки практически не меняются. Вчера поддержку российской валюте оказала еще статистика по, в частности, рынку труда. Безработица 5.3 против прошлого 5.4, казалось бы, высокие значения. И, ну, все равно относительно неплохой результат. Индекс цен производителей, который влияет на инфляцию, увеличился на 0,2% в месячном выражении, что в целом гораздо ниже, чем в прошлом месяце. И низкие значения индекса цен производителей могут быть условием постепенного снижения инфляционных ожиданий и, соответственно, создания условий для дополнительного смягчения экономической политики. В общем, такие натянутые позитивные моменты на российском рынке с точки зрения статистики. Ну, мы понимаем, что наша задача как фундаменталистов, конечно же, их не упускать из виду, но также делать ставку на то, что ключевым фактором, объясняющим поведение рубля, остается нефть. Ну, может быть, еще и налоговый период, как сезонный фактор воздействия. Сейчас, да, возможно, на рубль еще в рамках этой недели рублю будет оказана поддержка со стороны этого новостного фона, но после мы уже полностью переключимся на нефть. И я надеюсь, что даже до конца этой недели мы все-таки сможем увидеть сбавление вот этого напористого движения бренда вверх, а в идеале бы дождаться коррекции, которая также еще при более идеальном раскладе будет подключена еще большим нисходящим движением уже на следующей неделе. В общем, все зависит от нефти, и как раз ориентируясь на этот актив, мы можем строить прогнозы по рублю. Я по-прежнему не вижу оснований для резкого и очень серьезного большого укрепления рубля для револьвации курса этого инструмента. Поэтому в качестве, на мой взгляд, критического уровня сейчас могу отметить значение 62,5. И думаю, что рубль при всем желании туда не проберется, поскольку сдерживать укрепления будут в том числе и российские монетарные власти, которые, разумеется, всегда заботятся в том числе и о показателях достаточности российского бюджета. Евро против доллара. Хотя здесь, давайте, если мы ориентировались на протоколы, можно объединить несколько сразу валютных пар и в целом оценить влияние итоговых протоколов, именно последнего заседания американского регулятора на евро, на рисковые инструменты и, конечно же, на доллар. Что касается вчерашней динамики европейской валюты, мы видели то, что большую часть евро вчера находилась, большую часть торговой сессии под давлением. И это давление было вызвано опасениями того, что протоколы могут оказаться более жесткими, чем планировалось. И, между прочим, эти опасения были вполне оправданы, потому что буквально за несколько дней до этого на смену слабым данным по производительности труда, по роничным продажам пришли вроде бы как неплохие отчеты по индексу потребительских цен. Мы вчера его разбирали. И вы помните, что, несмотря на снижение, все-таки многие считают, что экономисты, эксперты рынка, именно одна из компонентов цены на услуги может вытащить этот индикатор выше единицы в перспективе ближайшего месяца. Тем более, что цены на услуги продолжают расти весьма неплохими темпами. Просели цены на товары. Но это, как я уже отметил, весьма волатильная часть общего индекса потребительских цен. Поэтому особого негатива от индекса потребительских цен не последовало. Параллельно с этим вышли данные по промышленному производству. Прирост очевиден. И еще в качестве такого замыкающего, позитивного момента для доллара, стали комментарии руководителей региональных ФРБ «Атлант» и «Нью-Йорка» Дадли Локкарда, которые обозначили возможность повышения процентной ставки до конца этого года. Вчера перед протоколами еще состоялось выступление Булларда, который также отметил, что американская экономика далека от рецессии. Ее даже не стоит сейчас подразумевать. Макроэкономические данные более-менее находятся в нейтральных тонах. И американская экономика также готова к дополнительному ужесточению монетарной политики. В частности, никаких критических последствий с этим не возникнет. И серьезных рисков он не видит. Ну и что касается самих протоколов. Я напоминаю то, что в прошлый раз у нас была следующая позиция. Был явный перевес в пользу тех, кто выступает против повышения процентной ставки в сравнении с теми, кто за. Сейчас мнения, разумеется, снова разделились. Но самое важное, на текущий момент мы имеем практически 100% баланс двух лагерей, которые готовы поддержать идею разгона процентных ставок и тех, кто выступает против нормализации денежно-кредитной политики. В частности, много было сказано про макроэкономические отчеты. Но в целом я хочу отметить, что кто-то считает из голосующих членов, что в США присутствуют риски низкой инфляции. Кто-то считает, что их нет. Кто-то делает ставку на негативное влияние Брекзита на мировую экономику и на США. Кто-то считает, что последние отчеты даже по Англии явно указывают на то, что английская экономика неплохо справляется с последствиями выхода из состава ЕС. И каких-то негативных расползающихся следствий этого выхода на мировую экономику нет. То есть, неопределенность в связи с этим политическим форс-мажором, она уже не так актуальна. Но все сошлись во мнении, что лучше дальше следить за макроэкономическими отчетами, на что тут же отреагировали фьючерсы, которые оценивают вероятность повышения процентной ставки. Мы увидели небольшой прирост даже по итогам возможного подобного решения в сентябре. Но в основном весь фокус внимания смещается, конечно же, на декабрь, о котором мы с вами уже очень много говорили. Я уверен, что сегодня буквально все заголовки будут пестрить формировками, что баланс силы установлен и дальше ждем перевес. Вот в какую сторону? Я считаю то, что доллар сохраняет возможность выбить еще несколько голосов сначала. Это как первый этап его постепенного восхождения к решению повышения процентной ставки. голосов среди тех представителей ФРС, которые также поддерживают идею возможного разгона срочных процентных ставок. Но нужна хорошая статистика. То, что мы можем получать, подтвердили как раз и последний отчет по промышленному производству и, в принципе, те индикаторы в целом, которые мы получали до этого. Я считаю то, что американские регуляторы прекрасно понимают, что просто взять и повысить процентную ставку – это может быть самым худшим сценарием. Потому что рынок нужно к этому заранее подготовить. Если ФРС резко поднимет ставку, ну просто на фоне отсутствующих предположений, что это может произойти, тогда доллар очень сильно укрепится. Это негативный момент для американской экономики. Поэтому думаю, что позиция ФРС будет смещена в сторону того, чтобы рынок последовательно готовить к этому решению. И если это так, что, на мой взгляд, весьма вероятно, значит, Дадли и Локард – это как раз те самые представители американского регулятора, которые взяли на себя сейчас выполнение этой миссии и пока что очень неплохо справились. Сказали, что ставка может быть повышена. Не сказали, что будут ли они сами голосовать за это решение, но этого оказалось достаточно, чтобы позволить доллару оттолкнуться от минимальных уровней по паре USD и иены 99.50 с небольшим и выйти даже в район 101 иены за доллар. Правда, вот вчерашние протоколы снова сбили вот этот бычий потенциал и волатильность, она по-прежнему значительная. Мы видим, как USD иена может сходить на 50 пунктов вниз и потом спустя какое-то время отыграть. То есть сотка рубеж держится. И от этого уровня, уверен, пойдет дальнейшая игра. И то, что доллар пока не позволяет иене уверенно протащить себя ниже, говорит также о том, что он готов сопротивляться. Но без соответствующей фундаментальной поддержки ему, конечно же, не обойтись. В общем, следим за отчетами. Ждем, когда пара USD иена снова уйдет в район 102, поскольку для нас это будет как раз точка потенциальной решительности. Для тех, кто хочет рисковать, уверены, что вы уже в длинных сделках и, может быть, даже увеличиваете позицию при повторном тестировании поддержки 100 иен за доллар. Евро против американца сегодня может показать коррекционную динамику. Почему? Потому что рост был значительным в последние дни. Еще ситуация с долларом непонятно. Учитывая баланс интересов и, скажем, баланс голосов в пользу различного рода решений по процентной ставке, значит, в принципе, мы не можем говорить об однозначном направлении движения доллара сейчас и говорить о том, что доллар остается аутсайдером. Да и еще стоит отметить, что сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Этот отчет выйдет в 12.00 по московскому времени. Отчет, касающийся еврозоны в целом. Если вы посмотрите на содержание экономических календарей, вы увидите то, что ожидается резкий спад, резкое сокращение. Я считаю, что это правильная оценка, потому что в основу индекса потребительских цен будут ложиться цены на энергоносители, как определяющий компонент этого индикатора. И поскольку мы с вами анализируем динамику прошлого месяца, вы помните то, что в прошлом месяце мы по нефти как раз активно снижались. И падали вот буквально до конца прошлой недели, откуда пошло бычье раи. И логично предположить, что снижение цен на энергоносители должно было привести к снижению инфляционных ожиданий. Поэтому если мы сегодня получаем фактическую цифру, которая совпадет с прогнозом, плохими данными, и если индекс потребительских цен потеряет 0,1% или больше, для евро это серьезный антикатализатор бычьей динамики, то есть это сигнал для коррекции. Потому что низкая инфляция это ключевой фундаментальный посыл, от которого отталкивается Европейский Центральный Банк, каждый раз, когда говорит о возможности расширения экономических стимулов. Поэтому сегодня на евро я делаю ставку коррекции и ожидаю, что пара уйдет ниже 1.13. По USD мы с вами уже, в принципе, поговорили. Фунт против американцев сейчас 1.3059. Вчера вышли данные еще по рынку труда Англии. Статистика в целом оказалась лучше, чем мы предполагали. Уровень безработицы 4.9%. А вот количество заявок на пособие по безработице снизилось на 8.9%. Тысяча против прогноза роста на 9.5%. Может возникнуть предположение, что английская экономика очень неплохо справляется с последствиями выхода из состава Европейского Союза. Я считаю, что нам пока обманываться не стоит. И делать опережающие сейчас выводы не нужно. Поскольку для объективных выводов нужно подождать еще немножко. Нужно, чтобы прошло больше времени. Нужно, чтобы мы оценили динамику основных показателей ВВП, потребительской активности, роничных продаж, хотя бы в диапазоне пару кварталов. И вот только после этого мы будем с вами думать о том, прошла ли Англия, ходший период своих статистических отчетов, либо все-таки находится на пути еще более глубоких показателей рецессии. Поэтому на вчерашнюю статистику особо я предлагаю внимания не обращать. Сегодня у нас роничные продажи. И если они все-таки логично будут ниже прошлой цифры и, скажем, совпадут с прогнозами экспертов, тоже не самые лучшие, тогда слабая статистика может напомнить всем участникам, которые продолжают продавать британца, почему Банк Англии по-прежнему придерживается мягкой экономической политики, тем более что мы также параллельно ожидаем возможности снижения процентных статистов уже по итогам следующего заседания. Поэтому ждем возвращения фунта против доллара ниже поддержки 1,30. И еще хотел отметить австралийца. Сегодня он получил очень неплохой заряд бодрости с азиатской торговой сессии после выхода данных по рынку труда. Уровень безработицы 5,75,8. Занятость повысилась на 26,2 тысячи новых рабочих мест против прошлого 10,8. И как до этого было озвучено со стороны Резервного банка Австралии, действительно рынок труда улучшается. Сейчас мы получили подтверждение это в фактических цифрах. Локально, может быть, это и позитивный момент для австралийца. Мы видим то, что пара уже котируется выше 0,77. Но хочу также отметить, что, на мой взгляд, более определяющим сейчас для, в том числе и австралийца, и новозеландца, является поведение доллара. И с тем, как быть с этим валютным активом, мы сможем разобраться ближе уже к концу этой недели. То есть, в понедельник мы вернемся, разумеется, к нашим привычным спекуляциям, оценим поведение американца и примем решение, стоит ли нам и дальше отстаивать наши идеи, которые предполагают ослабление рисковых инструментов, либо же все-таки как-то срочно сделать ставку на возможность использования потенциала «Медвежьего ралли». Но об этом мы поговорим уже с открытия новой недели. То есть, в понедельник, как и всегда, в ходе нашего традиционного брифинга, который состоится в 9.30 по Москве. Из важных отчетов сегодня. В 11.30 роничные продажи в Англии. Ждем слабый отчет. Индекс потребительских цен еврозоны в 12.00. Ждем также плохую статистику давления на евро. В 15.30 заявки на пособие по безработице в США. Я полагаю, что традиционный этот отчет может поддержать доллар. И в 23.00 выступление еще одного представителя американского регулятора «Видимся», который почему-то, мне кажется, также поддержит идею готовности американской экономики к повышению процентной ставки. Поэтому для тех, кто все-таки торгует сейчас парой USD и иены, несмотря на мои рекомендации, и торгует, скорее всего, даже через длинные позиции, могу только подкрепить, хоть и рискованный подход к трейдингу, но, наверное, все-таки оправданность ожиданий, поскольку даже сегодня доллар действительно может получить поддержку. Собственно, на этом все. Как и всегда, анонсируем кодовое слово. Сегодня это индекс. Величина бонуса, который будет действовать до завтрашнего брифинга, до завтрашнего утра. 14% советую им, конечно же, воспользоваться, особенно на фоне повышенной волатильности, которую показывают многие инструменты, на которые мы традиционно обращаем внимание. Собственно, на этом все. Огромное вам спасибо за внимание. Со своей стороны хочу пожелать вам прибыльных сделок, попутного, безусловно, тренда. Увидимся уже завтра. А хотя, если у вас есть возможности, если вы в курсе, сегодня в Москве состоится наша традиционная конференция, где мы соберемся с единомышленниками, скажем так, по трейдерскому сообществу, будем обсуждать текущие тенденции и, в принципе, анализировать, как же лучше и как можно быстрее сделать трейдинг более эффективным. Собственно, это основная тема нашего выступления, лично моего и сегодняшней конференции. Если это событие вас интересует и у вас есть физическая возможность присутствовать сегодня в 6.00 на встречу в Москве, всю подробную информацию вы найдете у нас на сайте с конкретным адресом и точным расписанием этого мероприятия. Еще раз большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.